Поменять можно все, кроме автора. Что сие значит? Так вот многие, и для меня это было открытием, они переживают не за прокач себя как автора, а они переживают за канал, либо за видео, да, либо за подписчиков. Поймите одну простую вещь, что вы, будучи хорошим автором, будучи хорошим креатором, будучи хорошим понимающим процесс, как это делается, да, вы сможете творить еще более крутые вещи. То есть вы должны прокачивать не канал, а себя как автора. Например, когда люди делают стартап, они почему-то считают, что инвесторы хотят покупать их идею, их продукт, их там, не знаю, какую-то, не знаю, будущее прибыля. Нет, инвесторы покупают всегда команду, потому что вот любой продукт – это команда, любой канал – это команда. То есть в вашем случае вы автор, да, и давайте на пальцах. Например, вот у меня, я вам вчера приводил пример, позавчера, что у нас пятнадцать каналов личных у нашей команды только пятнадцать каналов личных. Сегодня Катерина мне поправила, сказала, что у нас личных восемнадцать каналов уже. Не пятнадцать, а восемнадцать. Ну, тем не менее. Что сие значит? Это значит, что нам уже создать девятнадцатый канал очень просто. Ну, мы уже знаем, как это работает, чтобы вам было понятнее еще. Я все время очень сильно люблю приводить пример с пельменями. Бабушка, у каждого из нас была бабушка, которая, ну, я надеюсь, могла делать пельмени, ручная лепка. И мы помним, как она хорошо, быстро лепила эти пельмени, как она хорошо их делала, да, причем для нее не составляло труда сделать нам пельмени с мясом, либо вареники с творогом, либо вареники с вишней. У нее все получалось одинаково хорошо, без мерных весов, без там, на глаз, там, сколько там всего. Она просто брала, там, тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь, наплела там, пам, закинула, даже часы не замечала. Они там всплыли, подняла, все, сметанка, кушай, внучек дорогой. Правильно? А почему? Потому что опыт, навык, потому что она делала эти пельмени, там, из раза в раз, очень долго, очень хорошо. То же самое и вы. То есть, в данном случае мы можем поменять все. И тесто, и начинку, и плиту, и воду, и ей дай костер, она на костре их сварит. Ей дай, вместо овсяной муки, там, или пшеничной овсяной, она сделает. Ей вместо говядины положить свинину, она сделает. Ей замешай фарш такой, она сделает. Потому что она автор. То же самое и в вашем случае, вы, как автор, должны прокачиваться. Потому что очень часто в вашем случае, коллеги, вы свой канал, вот это не последний канал. Может быть первый, но не последний. Очень часто вы находите свое призвание где-то в другой нише. Кому-то хорошо делать семейный канал, кому-то хорошо делать кулинарный канал, кому-то хорошо делать, допустим, какой-нибудь условно туристический канал, кому-то хорошо. Что-то, что хорошо, к чему душа лежит. И очень часто мы с вами совершаем одну ошибку, мы начинаем делать, условно, канал, который, по нашему с вами мнению, должен принести нам доход. Потому что нам кто-то сказал. Потому что мы купили какой-нибудь курс, как создать кулинарный канал, и заработать там миллион рублей. Но нам душа лежит к рукоделью, мы хотим делать фоторамки ручной работы. Зачем нам кулинарный, ну мы готовим картошку, так себе, драки, так себе. Так вот, коллеги, да, если вы поймете процесс, как создается канал, то вы будете, как автор, креатор прокачивать. И тогда вы, как единица, которая созидает что-то. И вам уже, как этой бабушке из моего рассказа, будет все равно, что лепить. Либо пельмени с ковядиной, либо вареники с вишнями. Поэтому, коллеги, живите с мыслью, что поменять можно все, кроме автора. Вы автор. Потому что, опять же, если у вас заблокировали канал, не надо, условно, дергаться. Надо сказать, это очередная ошибка, это мой опыт, и мы будем идти дальше. Потому что, вот именно этот момент, он и будет переломным моментом. Потому что вы, автор, вы остались у себя. У вас есть опыт, у вас есть наступление на грабли, вы уже понимаете пошаговую стратегию, как, что, почему делать. И следующий канал будет гарантированно, лучше, чем предыдущий. Помните, я говорил, что первый ваш видеоролик будет большим куском дерьма. И первый ваш, у меня такое было, у всех такое было, понимаете. Первый ваш канал, он все равно, очень редко у кого-то, условно, бывает сразу с первого раза. Поэтому относитесь к своему каналу, к первому, да, или ко второму, к третьему, неважно, как к полигону, как к очередной порции пельменей, которые вы слепите. И, возможно, там вместо маленьких универсальных миниатюрных пельмешек, будут большие хинкали такие, да, здоровенные. Но это же опыт, да, и вы уже потом научитесь, и дальше будет проще. Ну, ну, об этом мы дальше поговорим. Пара-пара-пам. Продолжение следует...